Одна новость из официальной ленты новостей. Президент Республики Арцах Арай Каратюням подписал указ о присвоении министру обороны командующему армии обороны Республики Арцах генерал-майору Каму Вартаняну воинского звания генерал-лейтенанта. Президент Республики Арцах Арай Каратюням сегодня встретился с представителями ряда общественных организаций. Об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах. Был обсужден широкий круг социально-экономических, внутренних и внешнеполитических вопросов, а также вопросов безопасности. В центре особого внимания был вопрос создания Общественного совета Республики Арцах в ближайшее время. Этот аполитичный орган будет сформирован использующихся уважением и доверием общества представителей общественного сектора, обладающих соответствующими человеческими качествами и знаниями, и будет направлен на обеспечение участия гражданского общества в процессах государственного управления. Говоря о вопросах общественного значения, глава государства отметил также, что сложившиеся в средствах в войне сложной ситуации органы государственного управления Арцаха продолжают осуществлять свои полномочия на основе Конституции и законодательства. Однако для противостояния более эффективным и созвученным новым проблемам и вызовам со стороны политических кругов есть предложение внести некоторые изменения в основной закон. По его словам, в ближайшее время будет создана соответствующая рабочая группа, которая сделает предметом общественных обсуждений вопрос необходимости конституционных изменений. Президент подчеркнул, что возможные конституционные реформы будут разработаны исключительно в рамках бескомпромиссного курса по международному признанию независимости Республики Арцах и укреплению государственности. Очередной случай побуждения жителей Арцах к шпионажу раскрыла служба национальной безопасности Республики Арцах. В последние дни азербайджанские спецслужбы активизировали попытки связаться в социальных сетях с людьми, проживающими в Арцахе, сеять среди них панику или получать от них информацию. В очередной раз пользователь Телеграм, зарегистрированный под псевдонимом «Водовая себя за армянку», сначала вступил в беседу с человеком, проживающим в Арцахе, стремясь установить близость, отправил ему свои фотографии в обнаженном виде, потребовал такие же. После этого под угрозой публикации содержимого их общения потребовало информацию и фотографии различных местностей, также обещая платить предоставленные устоги путем перевода денег на заранее отправленный банковский счет. Служба национальной безопасности Арцаха проверяет обстоятельства вышеописанного случая, содержание, объем информации, предоставленной спецслужбам Азербайджана, а также мотивы и цели совершения деяния. «Мы вновь призываем воздерживаться в социальных сетях от общения с незнакомыми пользователями и принятия сомнительных предложений, от предоставления информации, угрожающей безопасности Республики Арцах. О случаях предъявления подобных требований или предложений незамедлительно сообщает Службу национальной безопасности Республики Арцах», говорится в сообщении СНБ. Сегодня состоялась пресс-конференция государственного министра Артака Бегларяна. Он подвел итоги работы за прошлый год, анонсировал главные задачи 2022 года. На первом месте преодоление последствий войны. В этой логике и заключались основные задачи 2021 года. В 2022 году будет предпринята попытка постепенно перейти от программы поддержки к программам развития. В 2021 году аппарат государственного министра Республики Арцах разработал три основные программы по смягчению последствий войны. На программу выполнения кредитных обязательств физических и юридических лиц, находящихся в сложной ситуации, уже направлено 10 миллиардов драмов. Граждане и организации, которые понесли материальный ущерб в результате боевых действий, являются бенефициарами государственной программы финансовой помощи. По состоянию на 1 января из 9300 заявлений 1349 было удовлетворено. Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев началась и продолжилась в прошлом году. Из свободного жилищного фонда было предоставлено 467 домов. В настоящее время ведется строительство 2862 квартир. По словам Артака Бегларяна, решение проблем трудаустройства переселенцев остается неудовлетворенным. На основании недовольств, полученных от граждан Республики Арцах, по поручению президента от 13 января в службе надзора создана рабочая группа для изучения программ по приобретению имущества на территории Республики Арцах и улучшению социально-бытовых условий временно перемещенных граждан, а также по оснащению квартир семей погибших солдат. Бенефициарами программы являются семьи погибших, а также граждане, перемещенные с территорий, оставшихся вне контроля Республики Арцах и принадлежащие другим социальным группам. В службе надзора обещают периодически представлять результаты работы. Действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству Европе подтверждает свое полное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Заявление польского представителя ОБСЕ поступило в ответ на запрос Армен Пресс в связи с недавним заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о деятельности сопредседателя Минской группы. Польское председательство ОБСЕ не может комментировать публичные заявления президента Азербайджана. Мы подтверждаем нашу полную поддержку и благодарность работе Минской группы ОБСЕ, ее сопредседателям и личному представителю действующего сопредседателя ОБСЕ послу Анджею Каспчику. Ответили в действующем председательство ОБСЕ от Польши.